Ученики Федора, как и сам Последний Император, не любят часто появляться на публике и живут сами по себе в каком-то обособленном мире. Тише едешь, дальше будешь. Это про команду Федор Тим. Основание и продвижение Федор Тим связано с возвращением Последнего Императора. Все ученики Федора следуют за своим учителем по пятам. Если Емельяненко дерется в японском промоушене райзен, то вся команда выступает там тоже. Федор подписывает контракт с Беллатар и ученики следуют за ним. В этом выпуске посмотрим, что изменилось в карьере наших бойцов с 2015-16 годов. Хотим напомнить вам, что специально для своих подписчиков мы создали телеграм-канал, в котором публикуем бесплатные прогнозы на спорт и помогаем зарабатывать. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике, проходимость наших прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что не теряй ни минуты, заходи в наш телеграм-канал по ссылке в описании и начинай зарабатывать вместе с нами. Вадим является ярким нокаутером. Он одержал 9 побед нокаутами. Сейчас Немков находится на контракте в Беллатар, где за яркие поединки его уже успели полюбить американские фанаты. Вадим провел 14 поединков с момента основания команды. 12 выиграл и в 2-х потерпел поражение. На данный момент он лучший полутяжел вес планеты и также после победы над Бейдером является чемпионом Беллатар. В августе 2020-го Вадим Немков встретился с Райаном Бейдером, который полтора года назад нокаутировал Федора Емельяненко за 35 секунд. Бейдер владел двумя титулами организации, но после боя с Немковым поиск полутяжелого дивизиона потерял. Вадим деклассировал американца за 2 раунда. Судья до последнего давал Райану шанс подняться после тяжелого нокдауна, но Немков еще трижды уронил соперника. Учитывая, что Джонс официально перешел в тяжелый вес, а до боя Бейдер занимал вторую строчку, Вадим Немков завоевал не только титул Беллатар, но и статус лучшего полутяжеловеса в мире. Валентин Молдавский родился в Украине. Активно заниматься боевым самбо начал в возрасте 17 лет. Первого серьезного успеха он добился в 2014 году, когда попал в основной состав украинской национальной сборной и побывал на чемпионате Европы, после чего получил звание мастера спорта по боевому самбо. В связи с разразившимся на Украине кризисом, он перешел в российскую сборную по ММА, где его и заметил Федор Емельяненко и взял в свою команду. Валентин считается одним из самых перспективных тяжеловесов России. В американской лиге Беллатар он провел уже 5 поединков и одержал во всех победы. После второй победы Чейл Сонен в клетке спросил у Валентина, кто же, мол, следующий. Молдавский со скромностью ответил, что этот вопрос нужно задать главе промоушену Скотту Кокеру. Молдавский – это копия Федора Емельяненко в плане общения. Никакого хайпа, никакого трэштока. Так не принято в старом Осколе. Также Валентин является самым молодым тяжеловесом в ТОП-20. В крайнем бою Молдавский одержал победу судейским решением над ветераном ММА Роем Нельсоном. Анатолий Токов родился в 1990 году. Отец русский, мать кабардинка. В возрасте 15 лет начал активно заниматься армейским рукопашным боем. Первый серьезный успех на взрослом уровне пришел в 2008 году, когда он стал чемпионом России по АРБ, выиграл несколько турниров всероссийского и международного значения, выполнил норматив мастера спорта и также несколько раз выступил на турнирах по панкратиону и боевому самбо. В 2015 вместе с Федором он побывал на турнире «Райзинг» в Японии, где на первой же минуте первого раунда нокаутировал известного американского бойца. Токова можно назвать одним из самых опытных представителей команды. За его спиной 31 бой и победы над лучшими средневесами России, такими как Магомед Исмаилов, Александр Шлеменко, Альберт Дураев и многие другие. В марте 2019 Токов провел свой четвертый бой в Белатар против Джеранда Харриса. В первом раунде Токов оказался на грани поражения, побывав в нокдауне, но успел восстановиться и вернуться в бой. И уже во втором раунде смог провести удушающий прием гильотину и выиграть бой. Все идет к тому, что уже где-то через год Токов сможет стать чемпионом Белатар. Многократный чемпион Европы, мира и России по самбо не смог полноценно выстрелить в ММА. Его часто тревожат травмы. Кирилл в 2010-м завершил карьеру в ММА, однако в большой спорт вернулся Федор Емельяненко. Из сидельников последовал его примеру. Кирилл чаще других спортсменов из Федор Тим работает в спаррингах с последним императором. Он является душой молодой команды, любит пошутить и даже подколоть в любой момент своего учителя. Вообще Федор Емельяненко к Кимур относится отлично и он сам любит над собой пошутить, то есть он это не скрывает. У него хорошее чувство императора. Сильно убежаю в хлопах. Возобновление карьеры в 2015-м началось за здравие. Были одержаны пять побед в пяти поединках в рамках турниров «Фрайзен» и «Файт Найтс». В 2018-м Кирилл подписал контракт с Беллатар, провел там два боя и только крайний бой закончил победой в свою пользу. Пишите в комментариях, как вы думаете, с кем Федор Емельяненко проведет свой следующий бой. И спасибо, что смотрите канал 5 фактов о бойцах. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на новые выпуски.